Всего выделяют 4 стадии болезни. Начинается патологический процесс начальной или первой стадии, которая не всегда диагностируется вовремя. Это связано с тем, что симптомы проявляются не так ярко, как при других стадиях болезни. При начальной степени болезни происходит постоянное увеличение геморроидальных узлов, что приводит к застою крови в сосудистой системе прямой кишки. Пациент жалуется на такие симптомы, как дискомфорт в области анального отверстия. У человека часто присутствует чувство, что кишечник опорожнен не полностью. Возникает зуд и сжение в области ануса. С прогрессированием болезни человек может обнаружить незначительные кровенистые выделения из прямой кишки. Это означает, что болезнь переходит в следующую, вторую стадию. Чаще всего кровотечение возникает вследствие запоров, так как при этом возникает увеличенное давление в прямой кишке. При начальной стадии не возникает сильного кровотечения, так как сосуды повреждены незначительно. При этом может выделяться несколько капель крови, которые можно обнаружить на туалетной бумаге. В дальнейшем у пациента со второй и третьей стадией болезни наблюдается частое кровотечение. Сами геморроидальные узлы могут выпадать. Провоцируют их выпадение физические нагрузки, опорожнения кишечника. Боль со временем нарастает. Частое кровотечение приводит к анемии. Чем более запущенная стадия геморроя, тем сложнее будет подобрать лечение и избавить пациента от мучительных страданий. Именно поэтому надо различать симптоматику начальной стадии болезни, чтобы вовремя обратиться к врачу и пройти обследование.